Для меня это самый лучший подарок в жизни. Спасибо вам большое! Ура! Ура! Спасибо! Наслаждайтесь просмотром, туром этого замечательного комната. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! А хозяйка в бассейне? Она же чудовище, она же богиня. Давайте, делайте дуло. Ну что, начнем? Да, начнем. С коридора. Выдали тапочки одноразовые. Вот он. Больших изменений нет. Да-да-да. Вот тарелочку видим. Тарелочка на счастье. Так, потом, значит, видим коврик симпатичный такой. Вот эту зону еще, к сожалению, не обыграл, потому что я не хочу здесь стандартно ставить стол. Да. Еще думаю, еще в процессе. Если будут какие-то идеи, накидайте в комментариях, пожалуйста. А потом сделаю, конечно, зону, где будет туалетная вода, стоят кепки и, как в прихожую, знаете, зеркало на вечном полочке. Хорошо придумали. А что здесь было? Просто пусто было, да? Здесь ничего не было, да. Ага. Здесь просто обыграли. Так. Идем дальше. Барные стулья, куда же без них. Нашел на распродаже. Ага. Вот эту обивку сам сделал. Вау! Да, может, потом же они сейчас как новенькие. А как ты такой рукодельц? И теперь, ну, просто переворачиваешь, берешь степлер, забиваешь. Это, на самом деле, очень просто. Программатим. Когда руки золотые. Программа очемелой ручки просто. Пройдемте дальше в эту зону. К сожалению, здесь нет еще пока винной истории. Ну, вот чуть-чуть вина есть уже, да? Ну, здесь поселился сумочек. Подарок от Нади. Ага, вот он тут живет. Который помощник. Что из нового? Нашел, влюбился вот в эту картину. Картина, красивая, да. С винишком она будет хорошо. А сочетаться я тоже считаю. Если что, мы не сказали, это робот-пылесос. Кто не смотрел предыдущую серию. Кстати, да. Вот здесь будет первый ролик, наверное, или здесь, с этого угла. Вот здесь. Или вот здесь, да. Да, да. В общем, найдете. Будет. Смотрите первый ролик, да. На кухне много чего не изменилось, но это, естественно... Ну, кухня была хорошая изначально, да? Что в ней менять? Куплена посуда. Нашел вот такую... Для вина красивая штучка. Поставку тут, соответственно. Ага, все так миленько. Почти как в Икее. И стиль. Не, очень стильно. Мне нравится все. Здесь, в принципе, ничего. Да. Дальше. Ну, и сама гостиная. Тут, конечно... А пальма же настоящая, да? Это с Икеей, да? Я так боюсь покупать настоящую. Думаю, она здесь, типа, вроде как в помещении зачахнет. Нет? Пока не чахнет? Вот эти все, они не чахнут здесь. На них... Я хочу. На них не обязательно. Солнечные лучи, они в тени тоже нормально растут. Вот так вот такая, нормально. Теневыносливая называется. В Москве у меня такая же была. Мне вот эти картины тоже нравятся. Очень красиво так смотрится, уютно все. И телевизор большой. Какая диагональ? 65. 65. Очень классно смотрится с этой полочкой. Полочка тоже с Икеей, да? Да, полочка Икея, но она мне не совсем нравится. Все-таки, я думаю, здесь был какой-то поинтереснее вариант. Но пока... Ну, ничего вы так обставили. Смотри, какие-то такие звездочки красивые, торшерчик это. Ой. Это я. Это игрушка для собачки. Да, 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 для хозяйки этого дома. Да. Соответственно, диван. Диван, большой диван. Ну, как раз, как раз. Торшер красивый. Такое, ну, такое все уютное, стильное. Тоже стол Икея получился. А это туда можно вставлять, да? Да. Откуда вы взяли? Это я в магазинах насобирал. Хомгутс где-то вот в таких и видел. Мне нравилось, покупал и вставлял. А вот здесь что-то планируется тоже, да? Какая-то картина или что-то? На самом деле здесь что-то хочется, но я пока не нашел. Не нашли. Да. Лучше ничего не вешать, правильно? Да. И лучше найти, влюбиться и купить тогда уже. Все, я тоже того придерживаюсь. Сейчас я скажу пару слов. Да. К сожалению, у денег есть такое не очень хорошее свойство, они заканчиваются. Поэтому, да, я успел стол здесь поставить, пока не думаю. Ага. Винный бар сделать, холодильник. Погреб выкопать, да. И плюс еще хотел больше зелени купить на балкон, сейчас увидите, но пока еще не получилось. Но это будет все попозже. Короче, позовете еще раз, получается, правильно? Да, здесь, соответственно. Ага. Кроватка. Вот для миссис, миссис. Госпожа, богиня, хозяйка. Да-да-да. Как ее Дося? Дося, да. Ага, вот еще эта пальмочка. Слушай, все, я тоже такую хочу. Она так уют придает сразу. И посмотрите, вот он здесь вид. Красивишный какой. Это там, где мы гуляли как раз. Это вот здесь аркер. Да. Я теперь запомнила это слово. Супер. Буду понтоваться. Рабочую зону сделал не около окна, а решила здесь сукла, потому что, в принципе, солнце будет светить, и не будет удобно работать. Придется закрывать. Я согласна. Окно, и тогда весь смысл окна этого пропадает. Да-да-да. Ну и тут ванную комнату немного обустроил тоже. Так. Здесь такая, полочки такие, вместо тумбочек прикроватные, да? Да-да-да. Дальше проходим. Вот вот здесь картины тоже такие, да? Где-то вы тоже такое нашли. Да, это рамки отдельно покупались. Сами карты привезены были из отпуска из Хорватии. Ага-га-га. 3D как будто бы, да, такие? И это очень старые карты. В общем, наконец-то я нашел, куда их применил. Да-да-да-да. Да, потому что такая полочка это вы сделали, да? Да-да-да. Вот здесь раковина, это все было. Да, раковина была. Ну, то есть... И ванная. Ну, ванная тоже была. Да-да-да. А, вот картина. Из глобального, из кардинального, что вот переделось, это сейчас на балконе вы видите ламинат выложен. Потому что там раньше был цемент. И плюс поменял кондиционер, да. Кондиционер? Да. Сколько он стоил? Да-да-да. Смотрите, такая история. Призовайтесь. Около 5-6 компаний приходили ко мне. Цена начинается на двухтонник. Кондиционер 4 тысячи, 4200, 4500. Я вот и подумала, 5, когда ты сказал. Я думала, это цена, в общем. Но так как я все-таки искал подешевле, я нашел. Это делают мексиканцы. Я контролировал, смотрел, как они все делали. Сделали все очень хорошо. Хорошо. Делали за 3500 долларов. Есть еще контактик, тоже скиньте, пожалуйста. Многим понадобится. Ну, в смысле, сама-то техника, сам кондиционер, он же нормальный. И же его не руками делали, правильно? Только поставить тоже работа, она от них подешевле. Гарантию дали год на работу, на саму инсталляцию, установку. И сама техника, гарантия 10 лет. Это кондиционер и гуднам, которые очень популярны во Флориде. Ну, ничего, это нормально. Давайте, проходим. Проходим. А, это вот, посмотрите, милота. Это для собачки. Чтобы она забрала. Да, вот, чтобы она могла забраться. Добро пожаловать на балкончик. Вид у вас просто, вот, для меня вид очень важен. Я не куплю недвижимость следующую, если у меня не будет хорошего вида, примерно такого. Потому что у нас тоже сейчас хороший вид. Ну, и я не хочу менять. Важно, реально. Вот для меня, не знаю, кто любит вот такое красивое. Здесь немного отгородились от наших соседей. Хорошо придумали. Ну, я пока экспериментирую. Я пока экспериментирую. Посмотрю, как будет грязниться, платикаться, насколько будет вообще защищать и так далее. Потому что я тоже хотел, потому что солнце иногда очень бьет. Ну, да, да, да. И в то же время, вроде, так видно, да, это тюля, она такая прозрачная вообще. Тут цветочки у вас. По поводу зелья, да. К сожалению, я еще пальму сюда не закупил, но ничего. Ну, это такое дело наживное. А это где нашли такую прикольную вещь? А, это в комиссионном магазине, там, в какие-то копейки. Он немножко грязный, я его почистил. Тут дорисовал вот эти все узоры. Ой, молодец. Мой любимый цветок, гортензия. Гортензия, вот, познакомьтесь, если что. Вот так она выглядит. Да, здесь были большие шапки, красивые. Но я только потом погуглил, посмотрю, что гортензия не любит прямые солнечные лучи. Соответственно, она должна стоять в тени. И она очень быстро у меня погибла. Бывает. Ну, я обрезал, теперь будем ждать. Ну, и плюс, конечно, диванчик. Угу, какой миленький. Да, такой. Вот здесь вот люди, многие работают, да. Это тоже, по-моему, в Икее, да? Нет, в Икее. Похожее что-то я видела. Не важно. И пол. О, пол, вот вы сделали. Сами сделали, что ли? Да, да. Нашли такой же. Да. Вот это да. Здесь, когда ремонт делался, рабочие оставили ламинат куски. И согласно этим кускам я поехал, по-моему, в Home Depot, да. Там я покупал. Чтобы сравнить нормально было. Чтобы здесь был такой переход с балкона и прям зал. Классно. Мне нравится правильно. Все, я прям всем довольна. Не, не правда. Вообще даже не к чему придраться. Вообще все такое уютное стало. Да нет, придраться всегда есть к чему. Ну да, ну да, есть что докупить, но ничего страшного, придем. Третий раз. Обзор Lake Eola вот в этой высотке, где там квартира за миллион. Какая шикарная квартира, там и дизайнерские всякие штучки, да. И когда при входе в подъезде стоит комод вот этот бирюзовый цвета Тиффани. И хозяева, если вы когда-нибудь будете продавать, пожалуйста, сообщите. Я прям влюбился в этот комод. Да, комод прям сделан, что говорится, со вкусом и души. И дорого, богато. Да. Молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok Я хотел еще кое-что рассказать. Да, давай. На самом деле, хотел еще сказать большое спасибо Юлиным подписчикам этому замечательному каналу. Потому что столько приятных слов, столько добрых и положительных комментариев. И люди действительно радуются. И вы радуетесь за меня и вместе со мной. За это прям отдельная мерсия. Также хотел сказать, что некоторые писали комментарии, на которые я как раз хочу сейчас ответить. Одна из девушек написала, что лучше не покупать кондо на втором, либо первом этаже. Лучше смотреть. Она смотрит всегда последний этаж. И здесь я полностью с ней согласен. Потому что действительно очень слышно соседей сверху. Но в Орландо и вообще во Флориде, вот в каких бы местах я ни жил, здесь одна и та же история. Что здесь очень плохая шумоизоляция. Соответственно, прям вот мой рекомендацион. Если есть возможность, покупайте последний этаж. И лучше вы будете ходить по головам, чем по вашим. По поводу... Нет, я не преподаватель со скиллбокс. Я графический дизайнер, да. И если интересно посмотреть мои работы, я только начал вести Инстаграм. Вы можете подписаться, поставить лайк. Это тоже будет очень приятно. А у Юли внизу оставим ссылку. Да, да, да. Оставлю. Да, на мой профил. Переходите, подписывайтесь. Также много спрашивали, как деньги вывозятся. Слушайте, деньги вывозятся таким образом, что... Как у меня было. Я продал недвижимость, положил в Альфа-банке на счет, приехал сюда и открыл счет американский. Когда с Альфа-банка я переводил на американский свой счет, служба безопасности Альфа-банка попросила у меня документ, подтверждающий, откуда взялись деньги. Соответственно, это был договор, да. Да. Условия ужесточаются. Мои соболезнования примите те, кто в мешках и там где-то хранит деньги. Да, да, и в матрасах и так далее. К сожалению, да. Мы не знаем, как это... Ну, то есть есть наверняка выходы, мы просто их не знаем. Мы когда переезжали, прямо секундочку хочу добавить, в 2013 году мы ничего не делали, не замоврачивались, мы продали недвижимость, никто у нас не спрашивал никаких документов. Мы свободно переслали с одного банка на американский банк, с российского, и все. Да, сейчас с этим сложнее. Да, сейчас, к сожалению, с этим сложнее. Да, нужно подтверждение, что вы либо недвижимость продали, либо бизнес продали, либо что-то продали, чтобы вы показали банку. Альфа-банк, хороший банк, к сожалению, за рекламу не платят. Там, если вы берете, да, вы являетесь платиновым клиентом, то у вас есть выделенный менеджер, с которым вы онлайн консультируетесь по всем вопросам, по переводам, как правильно все сделать. Он уже скажет, что нужно приложить, какие документы и проконсультировать. Плюс, обратите внимание, я с ним не работал, это Ситибанк. Ситибанк, это даже, по-моему, американский банк. В России он тоже есть, соответственно, здесь, может быть, попроще будет перевести деньги. Может быть, да. Так как в Америке тоже есть банкоматы, банки Ситибанка, вы, соответственно, с этой картикой можете здесь, возможно, деньги перечислить. Но вот по Ситибанку вам, наверное, лучше узнавать в самом банке. Да, и если есть подписчики, у которых была такая история, интересно будет, напишите в комментариях, как вы перевозили свои деньги, может быть, вы кому-то поможете тоже. Да, да. Потому что мы все не знаем, к сожалению. Да, многие спрашивают. По поводу отрицательных отзывов. Кто-то написал комментарий, типа, почитал бы сначала отрицательные отзывы, и потом бы покупал недвижимость. Так я как раз-то и почитал. Больше того скажу, я сравнивал эти отрицательные отзывы разного конда. Если вы сами зайдете и почитаете о любых комьюнити, о любых конда, то есть там будет 50 на 50, 60 на 40. То есть где-то идеально прям все хорошо, таких я не нашел и не видел. Да, где что-то более-менее суперидеальное, ну тогда там цена будет не идеальная, да, скажем так. Конечно. Ну и то... Все не учтешь. Да. И то там тоже будут свои минусы, ну как говорится. Да, и мы с Юлей в прошлый раз обсуждали, что чересчур очень все позитивно, сладко и красочно в Америке. Ну нет, конечно, есть свои нюансы, о которых бы я вот прям с вами поделился. Например, у меня был... Излил душу. Ну не то, что излил душу. Это такие нюансы, ну с которыми можно пережить, но для нас это кажется странным. Да, что-то другое, необычно, да. Например, при покупке недвижимости я пытался узнать, и Надя пыталась узнать, какого года кондиционер. Риэлтор этого не сказал, да, покупатель тоже не сказал, что для меня в принципе странно. Но окей, опустим этот момент, старый кондиционер. Ну понятно почему, пришлось его менять, поэтому и не сказали. Да, да. А следующий момент там, допустим, с оформлением оффера тоже интересный момент. Например, как это технически происходит, вы отправляете свое предложение продавцу, вы пишете в нем, за сколько вы готовы купить это кондо, и какой размер залога вы вносите. Это может быть 1000 долларов, 2000, 5000 долларов и так далее, сколько вы решите. Вы отправляете этот оффер продавцу, он подписывает его, и далее вы оплачиваете вот этот депозит, и только тогда титульная компания начинает проверять кондо, сколько здесь стоит HOA, сколько здесь налог и так далее. До этого момента, к сожалению, вы точных цифр не узнаете. Всех. Всех, да, что для меня тоже это странно. Например, в управляющей компании в России ты покупаешь недвижимость, ты у владельца или у риэлтора спрашиваешь, сколько здесь будет ориентировочно расход за коммуналку. Вам скажут 6-7 тысяч рублей в месяц. Ну, ты понимаешь, потому что у тебя счетчики на воду, и, то есть, цена может варьироваться. Здесь же нет такого. Здесь, если есть HOA, то вы четко платите сумму, вот как я, 334 доллара в месяц. То есть, она не может быть там в одном месяце 400 долларов, в другом 300 долларов. Она всегда фиксирована. И что странно, ни риэлтор, ни продавец этой информации вам не дают. Только когда начинает контракт, занимается титульная компания, вы вносите депозит. Ну, HOA же можно найти, в принципе, и на Zillow часто пишут. Да. Иногда. Я тоже эту информацию проверил. Где-то не пишут вообще, где-то стоит, например, вот у этого конда... Вот у вас, вы не знали, что ли, да? 300 стояло. 300. А-а-а. Как-то получилось 330. Ах, они такие. Да, да, да. То есть, вот эти нюансы для нас странные. Это я просто к тому, что вы имели в виду на заметку. Да, да, да. Что сильно не расстраиваетесь. Нюансы. Да. А сколько вот вы заплатили сверху за оформление? Да. Это, насколько я знаю, зависит от размера конда. Да, ну вот вы конкретно. Тысячу долларов. Тысячу долларов. Ну вот мы, я так помню, это было очень давно, там, 7 лет назад, мы тоже примерно около тысячи платили. То есть... Однокомнатную. За однокомнатную. Ну, мне кажется, даже за трехкомнатную мы примерно столько платили. Да, такое ощущение. Ну, да, да, да. То есть, вы не платите ничего риэлтору, кто покупает, не платит риэлтору. Риэлтор берет деньги с продавца. Продавца, да. Да, все верно. Соответственно, еще такой странный момент. Когда титульная компания, это официальная компания, которая занимается вашей сделкой, она предоставляет вам документ, который вы должны с продавцом подписать. И вот здесь тоже на заметку, обязательно проверяйте сами каждую цифру и что в этом документе написано. Потому что титульная компания на 600 долларов, как бы сказать, сделала ошибку в сторону меня. Ааа. И когда я написал, ну, не претензию, просто письмо, что здесь ошибка, на что мне ответили, ой, человеческий фактор. Нормально, блин. Ну, в общем, для нас это действительно странно. Какой человеческий фактор, вы работаете с суммами, с немаленькими суммами, и, соответственно... Так это вернули? Да. Ну, и ладно. Документ пересчитали, переписали, ну, после того, как я написала, и потом все суммы сошлись. Но для нас это тоже согласитесь. Очень странно. Вообще читайте все договора и тому подобное, где цифры и все, что подписываете везде, не только в Америке. Ааа, еще... Ну, это такое больше забавное, наверное, странное для меня было. Например, нумерация, как здесь происходит, домов, почтовых ящиков, квартир. Допустим, квартира, конда ваш номер 210, дом у вас 334. Но почтовый ящик у вас будет 276. А я, знаешь, догадываюсь, почему? Чтобы воришки не ассоциировали вот ваш адрес и не взломали почту. То есть, ну, мне кажется, это с этим... Какие люди здесь живут в этой... Ну, они могут... Ну, кто-то может взломать ящик, потому что знает, что вот такой вот номер... Ну, да, да, да. Ну, это чисто мое такое мнение. Как вариант, кстати, если кто-то знает ответ, почему нумерации, например, квартиры и почтовый ящик не совпадают, напишите ваши варианты. Мне кажется, поэтому. Да. Ну, может, нет. Дальше? Какие еще странности закончились? Мне кажется, их очень много, на самом деле, если копаться. Нет, ну, если копаться, да, там, например, посудомоечная машина. Но в целом я понял, что... Ну, даже если бы мне сказали, что кондиционер, там, 2000 года, что посудомоечная машина не работает, я бы все равно купил это кондо. О, yes. Поэтому тут... Вы меняли посудомойку тоже, да? Нет, еще не поменяли. Не поменяли, но надо. Слушай, мы когда покупали наши апартаменты, мы тоже... Техника была старая, мы со временем, знаешь, ну, по мере наших сил, мы поменяли все. Вот сейчас вот добрались до холодильника, а холодильник новый не влезает, кухню сейчас меняем. Ну, в общем, копим потихоньку деньги и все потихоньку меняем. Это опять подходит моя фраза. У денег, к сожалению, есть такое плохое свойство, им свойственно заканчиваться. Да, так что копите на машинку теперь вы, да? Да, да, да. Ну, наверное, на этом все. В принципе, по комментариям пробежался. Всем еще раз спасибо большое, спасибо этому каналу. Всем удачи в покупке и недвижимости. Да. Всего хорошего. Пока-пока. Давайте, говорите что-нибудь. Вам, кстати, сделали комплименты, вы красивая пара. За нас. Привет, дорогие друзья. У вас приятно очень видеть снова в этом Кондо, который мы уже показывали, смотрели. Миша сделал сегодня шикарный вообще просто тур по этому Кондо. Я первый раз вижу, когда они уже его вот обстановочка это. На самом деле, моя любимая часть, вот любимая часть для меня, в моей профессии, это та часть, когда тебя приглашают на новоселье твои клиенты. Когда ты видел этот Кондо в последний раз... Да, да, да. Домой силой. Когда ты... Это все такое шухень начался. На воду. Когда ты видел этот Кондо в последний раз, оно было без Душ там. У него было души, да? Да, оно было красиво, все было замечательно, но ребята сделали из него вообще просто такой уют из этого конда. Я когда сегодня зашла, они долго выбирали диванчик, делились со мной, какой диванчик, фотографии посылали. Но вот когда я сегодня это все своими глазами увидела, и даже вот ковер какой вообще, я не знаю, все подобрано, все по цвету, ничего лишнего. Да, но это просто бесценно, когда тебе приходят приглашения на новоселье, для меня это самый лучший вообще подарок в жизни. Спасибо вам большое, я очень рада. Как профессионалы. Да, очень рада, что вы мне приглашали. И разделяете с вами нашу радость. Ура, ура, ура. Спасибо. Ура. Я на всей духе. Ура. Поздравляем. Спасибо. Ну, Михаил уже вам все показал, так что до следующих встреч. Наслаждайтесь просмотром, туром этого замечательного конда. Пока. Пока. Олегешечка ням-ням. Тортик ням-ням. Все такое диетическое. Дедка сидит и лапует, она все сделает. Ничего себе, какая умная. За вкусняшку, да? По ступенькам. Мама, ступеньки давай, господи. Облачко такое вообще. То есть сидеть, сидеть. Вот такая красота. Дай другую лапу. Все. Все от меня. Ну дай лапу скажи. Дай лапу. Да, дай. Здравствуйте. Дай другую. Достали. Дай мне еды. Знаешь, что там? Свозят, короче. А, я поняла. Все, ты мне рассказывал. Да. Мы очень много не виноваты. И вы нас на убой решили накормить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.